МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я бы не назвал ее напряженной, в связи с конкретными цифрами, которые мы сегодня видим при поступлении, при обращении, при госпитализации. Есть определенная на сегодня уже стабилизация, я бы так сказал, ситуации. Это соотношение вновь обращаемых пациентов, поступающих в стационар, и той выписки, которую мы сегодня видим ежесуточно, причем и в категории пациентов с полным выздоровлением. Выписывают больше или больше заболевают сейчас? Сейчас некий паритет, я почему и говорю стабилизация, примерно равное количество, но нужно учитывать момент того, что наш госпиталь, обе наши площадки работают не только на город Первоуральск, и мы принимаем периодически пациентов из Екатеринбурга, поэтому с погрешностью я могу сказать, что по Первоуральску ситуация стабильная на сегодня. Я бы хотел о печальной статистике, спросить, если она есть, смертность от коронавируса по Первоуральску какова? Есть такие цифры? В первой волне, когда наша больница не была связана с лечением тяжелой формы пациентов, соответственно, я об этом говорил, что смертности в первой волне на территории госпиталя у нас не было. А сейчас? Сейчас, так как мы имеем, соответственно, в категории тяжелой формы пациентов, смертность, безусловно, есть минимальные цифры. Ну, просто если... Примерно 1% От тех пациентов... Которые находятся тяжелых именно на двух площадках. Следующий вопрос. Хватает ли сейчас места вообще в этих ковидных госпиталях? Именно в Первоуральске? Да. Вопрос очень интересный, и он для меня очень приятный. Объясню почему. Когда мы прошли первую волну, и я могу сейчас сказать, что по итогам работы в первой волне, как показал опыт и практика, что 160 коек – это было достаточно оптимальное количество для городского округа. Но опять же, с погрешностью поступления, понятно, пациентов с других территорий. Но тем не менее, цифры 160 вполне хватало, с учетом того, что в среднем резерв кое-к 10% существовал. И это послужило очередным, так скажем, поводом и основанием для того, чтобы рассчитать предстоящее развертывание второй площадки, чтобы это было опять же с учетом роста пациентов во второй волне, чтобы это было и достаточно, не мало, не много, а именно столько, сколько нужно, с учетом даже вне первоуральской территории поступления пациентов. Поэтому мои планы и расчеты, они, те ожидания не оправдались. И, собственно, вторую площадку, когда было принято решение о развертывании второй площадки, мои цифры меня не подвели. Я и закладывал примерно такое же количество, 160-200 коек, для того, чтобы зайти во вторую волну с учетом тяжелой формы пациентов. И иметь при этом всегда в резерве запас, 10-процентный запас коечного фонда. Что и произошло. На сегодня я могу сказать, что все складывается удачно. И на сегодня порядка 30-20 коек ежесуточно у нас есть. Поясню, за счет чего это еще и складывается. Складывается за счет того, что, опять же, как я и говорил в предыдущих программах, у нас есть собственная лаборатория. Не просто лаборатория, которая за это время достаточно была дооснащена. Сейчас мы, более того, внедрили пилотный проект по информатизации туда. Мы сейчас запустили на поликлинике номер 2 программу пилотную. Именно из расчета численности населения, прикрепленного ко второй поликлинике. Для того, чтобы еще больше ускорить результаты выдачи анализов. О чем я говорю. Программа, главная цель программы заключается в том, чтобы экономить время при получении информации на рабочий стол у доктора. То есть, как только появляется в лаборатории результат, он автоматически попадает в систему и выходит к доктору, который, соответственно, и делал назначение по каждому пациенту. Сейчас же есть этот лимит по коронавирусу, что тест сдал в течение 48 часов, результат уже должен быть. То есть, вы укладываетесь в эти форматики? Вы знаете, сейчас очень много идет в связи с большой нагрузкой всемозможных распоряжений Министерства здравоохранения, Российской Федерации в части как раз быстроты. То есть, сейчас есть даже такие приказы при выписке больничного. Уже не требуется повторный тест. Яско-первые отрицательные. Да, это ускоряет, соответственно, выписку и то время. Поэтому, что касается нашей лаборатории, которая месяц назад была признана в рейтингах самой качественной, и глава областного Роспотребнадзора выдал нам разрешение исключить перепроверку, про которую мы с вами, помните, говорили, да? То есть, те анализы стандартно, которые мы проводили, мы их отправляли на перепроверку. Сейчас уже можно не отправиться. Сейчас мы работаем в режиме собственной достоверности 98%. Что и позволяет экономить как раз время. То есть, вместо недели мы стараемся, конечно, укладываться в 48 часов. Есть моменты отклонения. Но я скажу следующее. Это опять же какие-то там непредвиденные дополнительные заборы анализов. Либо у нас студенты или школьники едут на какое-то мероприятие. Слушайте, а вот про студентов, извините, я перебил. В России уже есть практика, когда привлекают студентов к борьбе с коронавирусом. У нас, в Пиральске, такое планируется? Студентов в медвузах едут. Да, у нас не то, что планируется. У нас это давно работает уже. И последние волонтеры-медики, это 16 человек, которые приехали к нам в прошлую пятницу. И мы их распределяли в зависимости от компетенции курсовой. Есть случаи, студент может работать как в регистратуре, в колл-центре. Есть студенты, которые работают в ковидном госпитале медбратом или медсестрой палатной. Или, значит, процедурной в зависимости. Опять же, подчеркнусь от его уровня, компетенции. Соответственно, единственное, мы не используем студентов в реанимации. Во всех остальных подразделениях они у нас везде нам очень сильно помогают. Это здорово. Я считаю, это хороший опыт не только для них, но и существенная помощь для докторов. Хорошо. Когда прививки от ковид-19 будут делать первоуральцы? Может быть, есть уже информация? Опять же, повторюсь. Здесь, понятно, не все так просто. Есть федеральный уровень, региональный. Мы ожидаем в конце ноября. И в первую очередь это медики будут. А квоту я не могу просто сказать для того, чтобы не подвести вас и себя и дать заведомо ложную информацию. Поэтому ждем конца ноября. Хорошо. Кстати, про медиков. Сейчас хватает ли средств индивидуальной защиты, масок, перчаток, антисептиков медицинским работникам? В частности, тем, которые именно работают с коронавирусными больниками. Вы знаете, как ни парадокс, но мы даже больница имеет возможность сама уже даже оказывать своим коллегам в других госпиталях помощь. Что мы и сделали. Когда пошел процесс развертывания новых коек в Екатеринбурге, мы поделились, скажу с гордостью, с коллегами, не буду называть какого госпиталя, СИЗами. Средствами индивидуальной защиты. Да. И это меня очень сильно радует. Почему? Потому что та оптимизация и качественная работа не только медиков, но и экономистов, которая и в том числе и эпидемиолога, позволяет нам правильно делать закупки средств индивидуальной защиты, чтобы они не просто были качественные, они были в нормальном рынке по цене и в должном объеме, и в должном объеме запаса, который существует, безусловно, в рамках распоряжения министерства. Ну и, собственно, в среднем по наименованиям разброс от месяца до трех. То есть на сегодня, на каждый день он существует. Что касается бесплатных лекарств для больных коронавирусом, предполагается все-таки их как-то раздавать, обеспечивать ими? Вы знаете, это федеральный, опять же, вопрос. Он работает, но не скажу, что каждый день, но система построена таким образом, если сравнивать это с прививочной компанией, когда мы могли одномоментно получить полный запас 90% прививочного материала. Что касается ковида, во-первых, там разные категории препаратов. В большей степени это амбулаторные препараты, не стационарные к выдаче, я имею в виду. И вот то квотирование, то количество из расчета пациентов и вообще жителей, оно кратно разбивается. Первое, для того, чтобы не было ажиотажа, для того, чтобы мы... Мы просто своевременно, нам подвозят материал. Но первая из пока не получила, я так понимаю. Почему? Получил, да. Я сейчас не буду говорить, порядка трех наименований. Мы первые препараты получили в пятницу на прошлой неделе, да. Ну, то есть, предполагается все-таки, что... Оно не предполагается, оно работает. И сейчас, в зависимости от разнарядок министерства, мы получаем на фармации в Екатеринбурге данные препараты. Централизованного склада, да. Спасибо вам за беседу. Спасибо телезрителям за то, что вы были с нами сегодня. Всего доброго. Будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова